Болезнь, которую не принято афишировать, но можно и нужно рассказывать о врачах, которые помогают с ней бороться. Наш сюжет о работе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В этом году исполняется 10 лет со дня его организации. Начинали мы очень тяжело. Центр был организован буквально самым последним в Российской Федерации, потому что нам казалось, что эта инфекция не дойдет в таких масштабах до Ивановской области. Все-все получилось, к сожалению, наоборот. Поэтому, конечно, задачи тогда были поставлены перед нами просто огромные. Тогда, с 2006 года, пошел национальный проект «Здоровье». Стали поступать большие суммы на реализацию нацпроектов регионы. И нужно было все решать буквально с колес. Но вот вы видите, что за 10 лет нам удалось что-то создать, службу, которая, несмотря на то, что нам не хватает финансирования, не хватает штатных единиц, она, в общем-то, я считаю, успешно справляется с поставленными задачами. Для того, чтобы набрать наиболее комфортные для работы штат-специалистов, конечно, потребовалось время. Врачи-инфекционисты, нарколог, акушер-гинеколог, педиатр – теперь есть все, кто необходим для оказания качественных услуг. В нашем регионе официально зарегистрировано более 8 тысяч ВИЧ-инфицированных. И каждому из них нужна помощь. В процедурном кабинете постоянные посетители – пациенты, которые находятся на лечении. Но все чаще приходят те, кто хочет проверить свой ВИЧ-статус. Мы у ВИЧ-инфицированных пациентов забираем кровь на иммунный статус, на вирусную нагрузку, на протонистические инфекции. Можем сделать экспресс-тест. Экспресс-тест мы можем сделать и по крови, и по слюне. Согласно анализам назначают лечение. Специалисты поясняют, при грамотной терапии в биологических жидкостях человека вирусная нагрузка снижается, и больной прекращает быть разносчиком инфекции в обществе. Владимира прилежным пациентом не назовешь, хотя болеет с конца 90-х. Никак не лечился. Вот наша терапия где-то год назад. Все нормально, нормально себя чувствую. А год назад состояние ухудшилось? Да нет, просто сдал кровь, у меня единицы низкие были. Стал пить терапию, все нормально. Как чувствовать себя, так и чувствовать. Ставит диагноз и рассказывает, как жить дальше с положительным ВИЧ-статусом врач-инфекционист. В медицинском центре по этому направлению работают три участка. Ольга Морозова рассказывает, все чаще пациенты приходят с запущенной инфекцией, когда медлиться терапией уже нельзя. Сейчас в центре в активной стадии лечения около двух тысяч пациентов. Да, действительно, когда сообщается диагноз, что у пациента ВИЧ-инфекция, это как шок. Поэтому помощь оказывается, так скажем, психологическая на уже врачебном приеме у врача-инфекциониста. Где пациенту объясняется, что это заболевание уже хроническое, не какое-то острое заболевание. Что сейчас есть лечение ВИЧ-инфекции противовирусные, которые и улучшают качество жизни пациента, и продлевают ему жизнь. Педиатр Елена Ерофеева наблюдает малышей, рожденных ВИЧ-положительными мамами. Статус ребенка определяется в течение первых полутора лет жизни. И то, будет он положительным или отрицательным, зависит от родителей и их образа жизни. Если мама наблюдается, выполняет все рекомендации доктора, принимает таблетки, то вероятность инфицирования ребенка, рожденного ею, составляет всего лишь 1-2%. Если же этого не делать, то рождается здоровым всего лишь каждый пятый ребенок. Значительная разница, да? И мы, со своей стороны, испытываем огромную благодарность к таким мамам, которые следят за своим здоровьем и делают все для своих детей, будущих детей, для своего будущего. К сожалению, встречаются у нас ситуации обратные. Когда мама для своего будущего ребенка не делает ничего. Это, конечно, очень плохо. Никогда, ни на один день нельзя опускать руки. Такова специфика этой болезни. Каким будет качество жизни ВИЧ-инфицированного, зависит только от него самого. Посещать центр, выполнять указания врачей, дисциплинированно и методично принимать лекарства. При правильном лечении люди с положительным ВИЧ-статусом живут столько же, сколько и те, у кого этот статус отрицательный.